Что нам стоит дом построить? Знаете ли вы ответ на этот вопрос? А эти студенты знают, но дом это в будущем. Сейчас они сооружают скамейки и сцены, красят веранды, ставят заборы и делают многое другое в составе строительных бригад своего учебного заведения. Именно о таких студентах мы и поговорим сегодня в эфире программы «Один день с профессионалом». Человек стал заниматься строительством сразу, как только у него появилась необходимость в ночлеге. Первые жилища изготавливались из того, что существовало в природе. Сухая трава, ветви деревьев, древесина, глина, камни, шерсть животных. Впоследствии люди изобрели наиболее долговечные материалы. Клады труда многих строителей дошли до наших времен и до сих пор являются мировым культурным наследием. Освоить профессию строителя можно в Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства. Мы принимаем абитуриентов по 12 специальностей, как на базе 9 класса, так и на базе 11 класса. Также есть заочное отделение. На заочное отделение по двум специальностям. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 50 бюджетных мест, также на коммерческой основе принимаем. И монтаж со технических устройств и кондиционирование воздуха 25 бюджетных мест. Если сравнить прошлый год, то в прошлом году у нас на одно место, на данную специальность было 6,94 человека, то есть абитуриента. Конкурс был хороший. У нас самое популярное – это строительство и эксплуатация зданий и сооружений, также прикладная геодезия, земельные и имущественные отношения. Вот когда абитуриенты к нам приходят, я говорю, а почему вы именно на строителя хотите? Они всегда на меня отвечают, потому что строитель без денег никогда не останется. Представители этой профессии востребованы на рынке труда, квалифицированные на вес золота. Многие строительные организации, которые в Чебоксаре и в пределах республики, выпускников строительную технику с удовольствием берут на работу. Многие из них становятся после хорошими специалистами, потому что отличные преподаватели, отличную производственную практику они проходят, и поэтому хорошими специалистами становятся. И в данное время тоже многие выпускники на летние практики и на летние каникулы пришли к нам в строительные организации. И они трудятся на возведении многоэтажных жилых домов, на производственных зданиях, сооружениях и отделочных работах. Украшают фасады города. То, что учиться никогда не поздно, доказывают студенты техникума на производственной практике. Они не только сами узнают много нового, но и могут кое-чему научить уже опытных строителей. Ведь учиться, как известно, никогда не поздно. Учебная и производственная практика являются неотъемлемой частью обучения студентов техникуме. Студенты специальности строительства и эксплуатации зданий и сооружений проходят учебную и производственную практику. Учебную практику проходят в учебных мастерских и на учебных полигонах техникума. А производственную практику уже проходят в организациях и полученные на учебной практике знания и умения закрепляют. Конечно же, строители должны быть решительные. Они должны быть физически и морально крепкие. И, конечно же, быстрота, четкость действий имеет большое значение. На производственной практике в данное время пять групп строителей. Строительная профессия многогранна. Каменщики, сварщики, маляры, штукатуры, плотники. Без них невозможно представить возведение фундамента, стен, крыши, внутреннюю отделку помещений, благоустройство территорий. И все это студенты техникуму выполняют на практике, начиная с третьего курса. Сегодня мы ограждали газон, забивали столбы и варили перила. Мы строители ширной специальности. То есть мы должны уметь все и варить, и пилить, и отмерять землю, и уметь чертить на компьютере. Поэтому и все это мне больше всего нравится чертить на компьютере. В общем, так как мы здесь, то больше всего нравится варить. Потому что это несложная работа и в целом очень интересная. Сложнее всего забивать столбы, так как там большая кувалда и больше всего тараси физических сил. Сейчас все строится, поэтому человек с таким образованием без работы никогда не останется. Чертить Алексею нравилось с детства, и он уже совершенно точно знал, кем станет в будущем. А у Ивана Иванова с ранних лет перед глазами был наглядный пример. И стать строителем Иван решил по примеру своего отца. Мне нравится строительная отрасль, потому что я люблю активную жизнь, физический труд. А не люблю сидеть в офисе за компьютером или за столом. Для меня самое сложное это чертежи, потому что до этого я в школе не изучал, ни чертежей у меня не было. И для меня это все новое. Больше всего нравится мне столярное, резко по дереву с мастером. Думаю, стану проектировщиком или буду прорабом какой-нибудь строительной компании. Все мы знаем, чтобы ремонт прошел быстро и успешно, нужно нанять строительную бригаду. Ведь качество выполненного ремонта самое главное. Такие бригады это строительные организации в миниатюре. Выбор команды задача важная и кропотливая. Рабочие, которым вы доверяете строительство, должны быть компетентны и добросовестны. Как правильно выбрать рабочую бригаду и что важно учитывать, выбирая команду для строительства? Идти нужно от степени профессионализма, которая в свою очередь складывается из разных составляющих. Но самое главное из них, пожалуй, квалификация и опыт. Это и нарабатывают студенты техникума, проходя учебную производственную практику. Практика у них получается 27 недель. Начинается практика со второго курса. Малярные, плотничные, столярные, каменные работы. То есть учебные практики на втором курсе. На третьем курсе у нас уже начинаются производственные практики. На четвертом также продолжение производственных практик и преддипломная практика, которая происходит 4 недели. Нашим студентам трудоустроиться очень легко. Потому что работодатели уже, начиная с третьего, четвертого курса, их забирают себе на производственную практику. Где они проходят, так и они стараются уже хороших специалистов к себе забирать. Есть когда у нас ИГА, то есть они защищают свои дипломные проекты. Вот как раз этот период на данный момент у нас идет. Уже у нас работодатели видят, как человек подает себе, то есть каким образом он начертил свой проект. Исходя из этого уже также предлагают, раздают им визит, чтобы они уже пришли к ним работать. Профессия строителя в нашем обществе относится к категории мужских. С другой стороны, кто лучше женщины может покрасить и поштукатурить? Я сейчас грунтовала. Нанесение грунтовки необходимо для того, чтобы максимально нанести ровным слоем шпаклевку потом. Мне больше нравится шпаклевать. Это, наверное, самое легкое то, что можно сделать. Это направление я выбрала для себя, потому что хотелось, как бы сказать, ну и дома, чтобы красиво было всегда. А вообще хочется стать инженером или сметчиком. Я эту профессию выбрала, потому что у них хороший достаток. Дома всегда все сами сможем сделать, никаких рабочих нанимать не придется. Ну ничего, в принципе, тяжелого нету. Если один раз узнаешь, как все это делается вообще, технологию узнаешь, уже не так сложно все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллектив работает с хорошим настроением и нам очень нравится все. На нашей территории было несколько веранд, которые требовали срочного ремонта. Полы были не в порядке и косметического ремонта, конечно, хотелось бы. Одну веранду мы отремонтировали полы. Три веранды мы сделали косметический ремонт. И поставили пять скамеек. Дети, конечно, они в первую очередь были рады, потому что эта площадка центральная, спортивная, она таким спросом у детей пользуется, они в течение дня всегда бегают. Ну а по вечерам родители приходят, они же быстренько все равно не убегают все и посидят. Скамейки очень красивые. Нам нравится на них сидеть. Некоторые виды работ требуют особой концентрации внимания, усидчивости и в определенной степени выносливости. Ведь трудиться приходится и на открытом воздухе, и при сложных погодных условиях. Сегодня мы выполняли ремонт штукатурки, дабы эта поверхность была более гладкой и чтобы ее было легче закрасить. Я всегда хотел поступить на строительный, так как это более нужная профессия в данный момент. И это весело на самом деле, заниматься разными делами, поступать в строительные компании, работать там. Больше всего мне нравятся штукатуры стены, так как это дело очень прибыльное. А за это можно зарабатывать очень большие деньги. И на самом деле это очень легко. Это кажется только что на первый взгляд это тяжело. Сложнее всего для меня класть кирпичи, так как эта работа требует большого внимания и сил. Будущее есть всегда, у любой профессии. Но в строительной, наверное, больше всего, так как здания нужны всем. Уметь красить, строить и сваривать необходимо и тем студентам, которые по роду выбранной профессии большую часть времени должны проводить в офисе. Как, например, Сергею Изволенскому. Будущая профессия студента – архитектор. Строительство, оно включает в себя все абсолютно. Это и геодезия, и черчение, и какие-то расчеты, и сметное дело. И вот в том числе вот такие вот работы. Малярные, штукатурные, каменные. Это все должен быть. Ну все. Строитель должен иметь все. А вот уже потом он определяет для себя, что выбрать. Либо он будет только чертить, либо он будет работать так вот на стройке. Они не просто должны вот сидеть и чертить, они должны знать, что они чертят. И как это вообще будет выглядеть вживую. Специальность у меня, получается, архитектор. Пошел я на эту профессию так, как у меня бабушка тоже архитектор. И, ну, это как бы высокооплачиваемая работа и ценится в наших кругах. Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на представителей этой профессии. Выпускники техникума находят работу в различных строительных компаниях, на производственных предприятиях. Карьерный рост здесь обеспечен, было бы желание. При наличии высшего технического образования можно дорасти до должности бригадира, прораба, мастера. Особо предприимчивые имеют все шансы организовать свой бизнес в строительстве. Все эти ребята уже выбрали себе профессию. Теперь настала ваша очередь. На сегодня это все, что мы успели вам рассказать о строительных бригадах. Выбирайте профессию с умом, а я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова